шалом дорогие друзья встань с вами в студии лютаревич дмитрий и мы продолжаем нашу тему разбирать и учить исследовать еврейские слова и имена в описании и если мы вернемся немножко к прошлому уроку о том что мы проходили с вами в прошлый раз то мы разбирали с вами букву алиф рассмотрели ее значение и гематрию как она пишется а также рассмотрели несколько слов которые начинаются на эту букву мы говорили с вами о слове агава что значит любовь мы говорили о адаме адам первый человек который был сотворен разбирали что значит его имя мы также говорили о слове эмет истина и сегодня мы продолжим дальше разбирать вновь некоторые из этих слов углубляясь немножко а также рассмотрим другие слова которые тоже начинаются на букву алиф и имеют также глубокое значение слово адам как вы помните мы говорили что он состоит из двух компонентов это духовный компонент человека который приходит от бога и это буква алиф символ ее а также мы говорили что физический компонент человека это да а дам а алиф и дам дам это на иврите кровь как прошлый раз я говорил вам и кровь она дается от матери и отца и в гематрии мать и отец имеют такое же значение 44 также как и кровь очень интересно кстати что слово елит елит это значит ребенок когда двое родителей вместе мать и отец происходят дети и вот ребенок на иврите звучит как елит у него также его гематрия его числовое значение тоже 44 то здесь мы видим связь но сегодня хочу немножко поговорить о слове адам почему же именно адам он назван адам они как-то другим названием почему именно такое имя он получил и почему творец дал ему это имя и мы увидим с вами две версии которые упоминаются в священном писании давайте вы можете открыть свои библии или посмотреть на экран мы прочитаем из книги бытие 1 глава 27 стих и здесь написано и сотворил бог человека по образу своему по образу божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их и благословил бог и сказал им плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте елю и так далее то есть мы читаем что бог сотворил человека по своему образу своему подобию бог желает чтобы человек строил эту землю наполнял ее чтобы он развивал тот сад который был но очень важно вот эти вот слова по образу своему и подобию своему бог желает чтобы человек научился быть подобным господу может быть в мыслях может быть в понимании может быть в отношении это очень широкая обширная тема которой можно много говорить но вот это вот очень важно подобия господу и когда на иврите мы говорим что я уподоблюсь кому-то она звучит как и дом и дом и это как раз происходит от того же корня как адам от того же слова адам то есть и дом и я буду походить я буду подобный кому-то и конечно понятно кому я буду подобный творцу это одно из значений почему адам был назван именно адамом потому что он должен уподобиться творцу я думаю что каждый из вас может вспомнить такие места в писании в новом завете где написано что мы должны преображаться в полный образ и шоу миссии что мы должны уподобляться ему это также происходит от этого же слова что я уподоблюсь я и доме буду походить на господа я буду походить на и шоу я буду стремиться чтобы мой характер стал быть подобным его характеру адам первое его значение от слова уподоблюсь второе значение слова адам мы видим в бытие вторая глава 7 стих и здесь написано и создал господь бог человека из праха земного и в дуну в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живую бог создает человека из праха земного он создает человека из земли мы кстати с вами рассмотрим потом почему сначала написано что бог создал человека то есть создал не из чего а здесь мы видим что он создает его из земли из праха земного и вот именно земля на иврите она звучит а дома и именно поэтому из-за того что человек был взят из земли то есть из а дома он и назван был адам адам и адама адам из земли именно это второе значение почему адам он назван именно адамом потому что он был взят из земли и и земля на иврите звучит как а дома следующее слово которое мы с вами рассмотрим сегодня это слово мужчина и женщина на иврите они звучат как ишь и иша давайте мы прочитаем бытие вторую главу 23 стих ишь и иша мужчина и женщина и сказал человек вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женою ибо взята от мужа мужчина и женщина когда мы читаем эти слова на русском языке мужчина и женщина никакого корня в этих словах мы не замечаем мы не видим никакого сходства но на иврите они очень очень сильно связаны ишь это мужчина а иша с таким же корнем это женщина поэтому адам и говорит она взята из моей плоти она происходит от моих костей поэтому она будет называться ишь и иша но вот в этих вот словах в их написании скрытый очень глубокий смысл о предназначении мужчины и женщины в словах ишь и иша скрыт смысл который показывает что человек должен делать на земле что он должен делать в семье как мужчина как отец об отце мы поговорим побольше попозже но как мужчина человек и как женщина они имеют определенный статус семье и если мы разобьем также как мы разбивали раньше слова ишь на две части то мы увидим первая буква алиф и остается еще две другие буквы ешь получается алиф и ешь это вместе слово ишь мужчина алиф мы уже говорили с вами как слове адам и в других словах это символ бога это духовный компонент человека это дух который пришел от бога мы читали что господь взял землю слепил из него человека создал из праха земного человека и то что он делает он вдыхает в него дух жизни и человек становится душою живою вот этот вот дух который приходит от бога и наполняет тело которое было сделано богом из земли он становится мужчиной ишь духовный компонент человека это буква алиф что же такое ешь ешь на иврите это значит с переводе на иврита это значит есть это сущность его земного это бытие которым мы живем это что-то что про что есть что что-то что-то существует ешь когда мы говорим у тебя есть что-то или вот здесь есть то или то ешь это значит есть это значит что существует и вот духовный человек духовный компонент человека когда он входит вот в это бытие в ту землю то получается создание нового существа нового творения которое есть человек который есть именно мужчина ишь слово иша она немного меняет свое значение если вы потом посмотрите на слайде вы увидите как пишут ишь и как пишут иша есть у них небольшая разница буква одна заменяется другой буквой слове иша убирается буква ют и в конце слова приходит другая буква буква гей буква ют она символизирует духовный мир буквы ют июд 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 и И мы знаем, может быть каждый из вас уже об этом слышал, но женщина, она создана более духовно, чем мужчина. И даже в иудаизме многие из митцвот, многие из заповедей, женщина не должна их просто делать. Она не обязуется исполнять эти заповеди. Они никак на нее не влияют и не должны на нее влиять, потому что Бог их предназначил именно для мужчины. И почему это происходит? Как раз потому, что она считается более духовной, и ее предназначение заниматься совсем другими делами. Мы знаем, что когда мужчина и женщина, они находятся в семье, они как одно целое, у них есть много забот, много вещей, которыми они должны заниматься. И дети, и семья, которую муж должен кормить, но и духовный рост, о которых заботится именно мужчина. Именно буква Юд в слове Иш, она говорит о предназначении мужчины, что он должен заниматься более духовными вещами. Что именно мужчина, он тот, который должен брать всю семью в руки и тянуть их вперед. Именно мужчина, он должен помочь своим детям и своей жене познавать Бога. Именно мужчина, он тот, который ответственный за развитие духовного состояния всей его семьи, его детей и его жены. Именно он должен напрягаться и собирать свою семью вместе, чтобы рассказывать им о Боге, чтобы изучать вместе Писание, чтобы вести их в молитве. Когда вечером, например, происходит каббалат, шаббат, встреча субботы, именно мужчина, он молится и ведет всех в молитве и благословляет и свою жену, и своих детей. В этой букве Юд, которая находится в слове Иш, есть вот это вот глубокое значение понимания о предназначении мужчины в семье. Как мы уже сказали, что буква Гэй в слове Иша, в слове Женщина, она говорит о чем-то физическом. Жена в своей семье, она больше должна заботиться о детях, заботиться о их воспитании, брать их в садик, где-то дома с ними также общаться. Что-то более физические вещи, которые существуют в этом мире. Но мы должны очень понимать хорошо такую вещь, что муж и жена, они оба, они живут в одном, они как одно целое, они живут в одной семье, и они должны помогать друг другу. Нельзя сказать, что вот только мужчина занимается этим, а только женщина занимается всеми другими физическими вещами и никак не должна приближаться к Богу. Это неправильно. Мы знаем, что, например, в каждой стране есть министр внутренних дел и министр, можно его сказать, в противоположности наружных как будто дел. И вот эти вот два министра, они всегда имеют связь друг с другом, они поддерживают друг друга, они помогают, их где-то должности, может быть, переплетаются друг с другом. То же самое происходит и с мужчиной, и с женщиной. Они обязаны просто помогать друг другу и поддерживать. И я думаю, что это правильно. Если вы хотите, чтобы ваша семья, мужчина и женщина, которые живут вместе, которые создали детей и пытаются тянуть свою семью вперед, тянуть к Богу, они обязаны помогать друг другу, они обязаны поддерживать друг друга. И это нормально, что муж где-то может помочь своей жене помыть полы или посуду. И это нормально, что жена, которая действительно обладает духовным внутренним состоянием, которое Бог уже в нее вложил, она может ободрять мужа и намекать ему, что ты должен вести нас, ты должен вести нас к Богу вперед, давать ему ободрение. И это очень важно. И когда каждый будет исполнять свою должность, то семья будет благословенной. И очень интересно, что если мы берем и рассматриваем вот эти вот два слова, Иш и Иша, и мы берем и убираем из них, в слове Иш мы убираем букву Ют, предназначение мужчины, а в слове Иша мы убираем букву Гэй, предназначение женщины, то то, что остается, это слово Эш. Эш на иврите это огонь. Когда мужчина пытается занять должность жены, а жена пытается взять на себя ответственность мужа, то то, что может произойти, это только огонь. Ничего хорошего из этого никогда не выйдет. Если мужчина не хочет заниматься своим предназначением, то для чего его предназначил Бог в семье, как мужчину, в этой жизни, или женщина не хочет заниматься своими делами, то то, что будет происходить, это будет огонь. Это будет распри, это будет ругань. И ничего хорошего из этого не выйдет. Ваши дети будут видеть это влияние, будут видеть то, что происходит. Этот огонь, он будет разжигаться и разгораться и влиять на всю вашу семью. Поэтому очень важно, вот в этих всего лишь двух простых словах мы видим глубокий смысл о предназначении и мужчины, и женщины. Когда они сходятся вместе, когда они становятся одной плотью, когда они создают свой дом, им важно обращать внимание и понимать, что Бог заложил в каждого из них. И напоследок вы можете увидеть вот этот вот один слайд, в котором мы просто все вместе, о чем мы говорили до сих пор, про букву Алиф. Оно все здесь суммировано вместе, и вы можете запомнить это, посмотреть, захотите, можете как-то это себе отпечатать. Здесь все вместе видно про букву Алиф, о единстве Бога, о том, что значит Адам, и о том, что значит Иш. И в следующем уроке с вами мы рассмотрим дополнительные слова, которые на букву Алиф также имеют глубокое значение. Спасибо вам, что вы были с нами, и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok